Здравствуйте! Сегодня я приготовлю фаршированную утку. Утка фарширована яблоками, приготовлена в апельсиново-медовом маринаде. Будет хорошим дополнением к праздничному столу. Для приготовления нам понадобится утка, яблоки, апельсин, имбирь, соевый соус, черный молотый перец, соль и мед. У меня утка 2 кг. Нужно ее подготовить. Убрать все, что не нужно на тушке. Это остатки от пера. Это все можно сделать пинцетом для рыбы. Нет пинцета для рыбы, можно взять пинцет для бровей старенький. Ну или, как я, вот таким вот симптажом. Нужно посушить салфеткой бумажной. С этого места убираем все лишнее. Можно полностью убрать копчика, а можно просто убрать вот эту железу. То есть, таким образом, отсекаемся. Готовим маринад. 2 столовые ложки меда. Мед у меня жидкий. 100 мл соевого соуса. Добавляю цедру одного апельсина. Нужно добавить сок одного апельсина. Добавляю цедру. без косточки слежу имбирь мне понадобится грамм 50 очищаю от шкурки от верхней натираю на терке все тщательно перемешиваю подготовленную тушку утки нужно натереть солью натереть черным молотым перцем натираю солью и перцем внутреннюю часть курицы следующее действие натираем курицу маринадом также маринуем внутреннюю часть нашей утки следующее действие беру рукав для запекания закрепляю один конец на узел тушку утки перемещаем в этот рукав оставшийся маринад заливаю прямо в пакет пакет завязываю в таком состоянии наша утка будет мариноваться 12 часов помещаю в холодильник изредка возвращаюсь к нашей тушки вот таким образом ее переворачиваю чтобы весь маринад пропитывал нашу утку убираем в холодильник утка у нас мариновалась 16 часов в холодильнике освобождаем от пакета начинаем подготовку для фарширования нашу птицу нужно высушить салфеткой бумажной убрать остатки от имбиря приготовим яблоки 2-3 яблока у меня зеленые вот такие яблоки с кислинкой разрезаю на крупные дольки убираю сердцевину подготовленными яблоками начинаем фаршировать нашу птицу все что лишнее то что мне не нравится область шеи убираю это место нужно зашить это можно сделать с помощью иглы и нитки можно с помощью зубочистки то же самое зашиваю с помощью зубочисток со стороны шеи вот таким образом все скрепило яблоки нарезаю слайсами на дно под утку буду выкладывать яблоки можно эту часть убрать сердцевину можно не убирать я оставлю это будет подушка для нашей птицы вкладываем утку сверху закрываю фольгой и в духовку на полтора часа температура 180 градусов готовим полтора часа периодически посмотрим чтобы наша птичка не сгорела пока готовится наша утка мы займемся приготовлением нашего оформления к этому блюду мне нужно цель из апельсина включаем плиту нагреваем сковороду сливочное масло буквально 5 грамм подготовленную цедру промокну с салфеткой бумажной выкладываем цедру делаем средний огонь посыпаем сахаром буквально полторы минуты цедра готова подготовим апельсины нарезаем слайсами начинаем жарить наши апельсины нагреваем сковороду немного сливочного масла нужно промокнуть немножко салфеткой выкладываем на сковороду посыпаем сахаром готовим по пару минут с каждой стороны вторую сторону также присыпаем сахаром готовим чеснок только для оформления нашего блюда процесс приготовления у нас потихонечку подбегается чтобы у нас эти крылышки и кончики ножек не подгорели и обверну фольгой готовность утки нужно проверить зубочисткой если вы не уверены что ваша утка приготовится за полтора часа в зависимости от веса берем зубочистку прокалываем в любом месте если выделяется сок розового цвета утка еще не готова если сок выделяется бесцветный утка готова доставим из духовки надо немножко отдохнуть убираем фольгу аккуратно освобождаю от шпажек кожицу начнем оформление применим яблоко применяем апельсины которые мы жарили дольки чесночка и сверху оформлю стружкой апельсином и сверху оформлю стружкой апельсином утка готова приятного аппетита если вам понравился рецепт не забудьте подписаться на канал и поставить лайк под этим видео пока и пока и пока пока и Субтитры создавал DimaTorzok